Для чего миру нужна Россия? Часть 2. Русский проект «Вхождение в новый период человеческой цивилизации». Александр Тубровский специально для ИРЭКС. Статья за 25 августа 2019 года. Первая часть здесь дается ссылка «Переход». В описании под видео будут ссылки и на первую, и на вторую часть. Три актуальных проекта. Мир, безусловно, вступил в необратимую стадию глобальных связей, но не через унификацию всего и вся, с учетом различий между регионами, странами и людьми по религиозным и культурным аспектам, по традициям и видению своего места в прошлом, настоящем и будущем. Может показаться, что фрагментация победила, но это лишь видимость, говорящая о сложности и непредсказуемости процессов социальных и общественных. Чтобы исключить хаос, а также насильственное принуждение человечества к новым и заведомо противоречивым идеям, необходимо найти тот прочный фундамент, на который только и стоит опираться при построении максимально стабильного и долговечного будущего. Выходящего далеко за горизонт событий, это необходимое и достаточное условие, в противном случае игра не стоит свеч. Поэтому посмотрим, какой из проектов в максимальной степени отвечает поставленным условиям, вполне отдавая себе отчет в том, что на самом деле никто из означенных игроков не формулировал свои версии в полном объеме и вряд ли сформулирует. Так что опираться будем на более-менее известные исторические факты прошлого и их проекции в настоящем и будущем. Пункт 2.1. Китайский проект. Пожалуй, наиболее значимый проект в рамках видения китайского глобализма проецируется через всем известный мегапроект «Один пояс, один путь». «Один пояс, один путь» в части сухопутного участка автомагистрали из Китая в Европу начался достаточно бодро, предполагая грандиозное строительство с участием исключительно китайских подрядчиков, что и было уже год назад осуществлено до границы Казахстан-Россия. Далее проект предсказуемо споткнулся и понадобился целый год, чтобы в текущем, в 2019-м, строительство продолжилось по территории России, но уже с участием российских подрядчиков, что в первоначальные планы Китая вообще не входило. Когда дорога дойдет до границы с Европой, а может и раньше, так как точка входа уже известна, то строительство будет вновь, скорее всего, за китайские деньги и, возможно, пока точно неизвестно, вновь силами китайских подрядчиков. Вообще все зарубежные проекты Китая – это последовательная реализация глобальной цели максимально своими силами и средствами, а также скупка уже действующих объектов с вложениями в перестройку под свои нужды и дальнейшая их эксплуатация для расширения своего влияния на все 8 частей света с прицелом на построение глобального китайского мира. Какова цель была и остается неизменной со времен Первой Китайской империи? 2.2. Проект США Общепризнанно считать США застрельщиком текущего проекта глобализации, в чем и есть изрядная доля правды. Однако же, правда и в том, что крупнейшая экономика мира, породив первой ТНК, оказалась и главной их жертвой, оставшись без значительной налоговой базы, с минимальным производственным сектором и максимальным наполнением бюджета за счет финансовых операций, читая спекуляции. Именно эта реальность и породила лозунги «Америка прежде всего», «Вернем производство в Америку» и тому подобное. То есть, осознание своего близкого краха благодаря глобализации и офшорным ТНК привело к тому, что США встали на распутье. Или продолжить прежний сценарий и оказаться у разбитого корыта с колоссальной долговой нагрузкой, или все-таки стряхнуть транснационального спрота, провести новую индустриализацию и стать, наконец, рентабельными, с прочными, сильными мускулами и вновь дихтовать меру свои правила игры под угрозой быстрого жесткого наказания для непослушных. В этом, собственно, и заключается новый старый проект глобализации по сценарию США – вернуть себе звание главного мирового жандарма, рассматривающего всех остальных только в роли колоний, как это было с успехом продемонстрировано в 90-х годах 20-го века и в начале 21-го. И сейчас, несмотря на громкое щелканье кнутом, имеет лишь бледную тень былого. Тем не менее, исходя из определенной безвыходности, Америка будет неуклонно стремиться, во что бы то ни стало, реализовать свой глобальный проект, несмотря на внутреннее и внешнее сопротивление, в том числе и своих союзников, надобность которых в таком случае полностью отпадает, что и демонстрируется в отношении Европы. Союзники союзниками, но своя рубашка ближе к телу. Единственное, кто вряд ли будет в стороне – это Британия, принадлежащая к англосаксонскому миру и к концу года определенно освобождающаяся от обязательств перед Евросоюзом. Полагаю, что, во-первых, мир уже вряд ли примет американский, откровенно силовой, в отличие от более заваулированного китайского сценарий глобализации, базирующийся на многовековой склонности англосаксонской ментальности к угнетению и геноциду. А, во-вторых, США катастрофически опаздывают, пускаясь во все тяжкие, объявляя санкции всему миру и тем самым преждевременно раскрывая свои крапленные карты. Пункт 2.3. Русский глобальный проект. Несмотря на поток страшилок, смачно циркулирующий по меру в виде ужасов русского мира и фейковых бросов от так называемых крымских реалий до замученных в тюрьмах-подвалах Лубянки, Донбасса, Сирии и даже Африки, несогласных, следует понять и усвоить главное – мир никогда не знал русского фашизма, каковым сегодня пугают детей малых и впечатлительную молодежь с неокрепшими мозгами. Не было такого явления в природе никогда не будет, ибо склонность к тому напрочь отсутствует в русской ментальности. Это следует выучить всем, а кто по-прежнему сомневается, просто посмотреть на карту и задать себе вопрос – много ли стран в мире просуществовало тысячу лет с таким национально-этническим разнообразием? И почему и куда они все сгинули, растворившись в исторических скрижалях, тщательно зафиксировавших спонтанный передел границ в угоду национализму? И здесь я вновь обращаюсь к своему старому тезису. Русская ментальность формируется прежде всего русским языком, диктующим особое отношение к миру. Если коротко, то в нашем языке есть то, чего нет ни в одном другом языке – это ключевое слово «род», которое посредством корня образует большой и самый необычный куст слов, описывающих весь мир вокруг человека. Род, роды, роддом, родители, родные, родственники, родословное, народ, природа, плодородие, родник, народ было, род человеческий, мужской род, женский род, средний род, урод, порода, родина, бог, род и так далее. То есть одно слово «корень» формирует специфичное отношение ко всему окружающему миру, как материальному, так и к ментальному, как внешнему, так и к внутреннему, как к прошлому и настоящему, так и к будущему, связывая их родственными узами, требующими покровительства и немедленной защиты в случае опасности. Именно здесь берут истоки особый русский патриотизм, почитание своих предков и неприятия модных западных ценностей, разрушающих родовые связи, а также одновременно историческая непрактичность в мировых делах, когда вопросы справедливости, сохранения рода, помощи как родственным народам, так и просто слабым, которым грозит уничтожение, ставятся выше выгоды и издержек. Другими словами, наш язык формирует жесткую матрицу, не позволяющую его носителям свалиться в животный нацизм, тотальное угнетение и геноцид, куда периодически сваливаются то одни, то другие, не имеющие таковой базы, так же, как в недавнем прошлом не позволила она свалиться к гражданской войне при развале СССР. Я отнюдь не собираюсь идеализировать российскую действительность, особенно современную, однако и моливать все в негативном свете не склонен тем более. Многое из происходящего мне не нравится, особенно и в первую очередь во внутренней политике, но я также хорошо осознаю, куда после разрушительных 90-х годов медленно, но верно движется наша страна и какой пример окружающему миру она готова предложить. Этот проект гармоничного существования всех народов Земли с учетом неограниченного разнообразия традиций, религий, культурных кодов, ментальных особенностей и всего того позитивного исторического опыта и достижений, которыми обладают различные этносы, нации и народы, что способно и по закону синергии обогатить все человечество без ущерба для всех и каждого. Этот проект не предусматривает ни насилия, ни экономического принуждения, а лишь добровольного присоединения к русскому миру, сколько бы времени на это не понадобилось. Никаких ман небесных в русском проекте не предусмотрено и не может быть в принципе, ибо жизнь посредством кардинально отличается от жизни в долг за счет легких кредитов, ежедневной погони и давках за новым гаджетом, которого еще ни у кого нет. Таков русский проект и такова русская цивилизационная миссия на нашей планете, затерявшаяся в бескрайних космических просторах Вселенной. Да, наряду с фрагментацией по национальным признакам в мире идет спонтанный процесс преодоления границ посредством новых коммуникативных средств и прежде всего интернета. Что победит и когда разрешится это глубокое противоречие, никто не ведает, потому как это новая территория, которую человечество только осваивает методом проб и ошибок, выбирая оптимальный путь. Однако замечу, опыт России это в своей максиме исключительно бесконфликтный и естественный способ совместного существования большого количества этносов, не имеющих аналогов по своему масштабу. Менялись времена и эпохи, на смену им приходили новые технологии, философские учения об идеальном обществе. Неизменным же было и остается предложение русских для всех народов Земли жить в мире и согласии. Вывод. Никто не знает, да не имеет значения, сколько времени понадобится человечеству для того, чтобы осознать, что только русский проект на фундаменте уникального тысячелетнего опыта способен положить конец мировым войнам и построить единое гармоничное глобальное пространство, в котором главным законом жизни будет не психология потребителя, а справедливость и благополучие всех, независимо от пропорций черепа, цвета кожи и разреза глаз. Имеет значение лишь правильный выбор на самом старте нового проекта, чего и всем желаю. На закономерный вопрос, а как же проект Единой Европы, уже есть такой же закономерный ответ. Это крайне неудачный проект, уже вошедший в свою заключительную третью стадию – угасание и демонтаж. И дай бог, чтобы мирным путем, тем более, что Европа, перегруженная своими нарастающими противоречиями, так ничего и не смогла предложить меру стоящего, чтобы на этом выстроить некое подобие глобальной перспективы. По крайней мере, на данном этапе это так. Впрочем, как говорится, отрицательный результат – это тоже результат. Александр Дубровский специально для Иорекс. Для чего миру нужна Россия? Часть 2.